Театр эстрады У нас это первый сезон наш театральный И мы делаем вот 1 марта Третий спектакль свой Он называется «Веснушки. Забавные истории» Он будет посвящен 23-му И 8-му принцип нашего театра Это существование в рамках времени В котором мы живем В тех рамках проблем В тех круг причин Из-за чего мы все это делаем Все актуально, время действия, время места Все совмещено И это, как говорится, на поверку выдается актуальность И зрителю это должно быть интересно Потому что он приходит и слышит о том Что его окружают каждый день сейчас В «Веснушке» понятно Первый день весны Забавные истории Ну, так как на сцене С одной стороны, каламбур Освещающий, так скажем То, что со сцены вещают 5 мужчин Среднего возраста Собрались поговорить Забав За жизнь Внутрячок, но который выносится на общую тему Которая будет близок всем Третий спектакль Когда дебютировали? Дебютировали в октябре Приглашали на открытие Дебют Открытие сезона губернатора Был Спасибо за внимание, Виктор Петрович Старались Получилось Кое-что получилось Нет предела совершенства Работаем Работаем Можно немножечко приоткрыть За кулисьей И посмотреть Глаза О чем пойдет речь Что интересненького ждать Зрителям Такой анонс небольшой Кинем крючочек И подождем Немножко лирическая Там будет нотка О женщинах по-другому О женщинах нельзя по-другому Любовь Весна 8 марта скоро Пожалуй, так Я уже много чего сказал Правильно, да? И так уже Так приоткрылся Поэтому приходите Интересно будет Интересно Как мы думаем На наш взгляд На ваш-то, конечно В глазок даже Не удалось посмотреть Но это хороший повод Прийти нашим зрителям Уже на сам концерт И посмотреть И убедиться Потому что Столько интриги Вы сейчас здесь На самом деле Наплели, да? Наплели Интриги Ну, наплели такое слово Ну, конечно Интересно посмотреть Как это все будет Расскажите Вот Возможно, многие из наших зрителей Не знают Кто это все готовит На самом деле Кто это все пишет Кто это организовывает Кто это собирает Как проходят ваши репетиции И подготовка? Это страшно Это, да Те, кто ее узнают Как правило Потом Либо по подписке Либо потом Ну, я не знаю Ну, опасно для него Мы никому не расскажем Давайте вам по секрету скажем Это мы Как проходит подготовка С трудом Иногда легко Проходит Ну, то есть Процесс творческий Он же непредсказуемый К сожалению Это У каждого, конечно Процесса есть Своя технология Да Но все-таки Здесь это Менее Технологичный процесс Чем Другие Многие Мы садимся Пишем 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 Потом Садимся Читаем Читаем Потом Вычеркив Вычеркив Не хватает Не хватает Давай снова Пишем Вот такой технологический Процесс Ну, это же По крайней мере Как любой творческий Процесс Это дискуссия То есть Вы друг с другом Обсуждаете Говорите Это мозговые штурмы Пройдет Не пойдет Мозговой штурм И бывает такое Когда вы Немножечко Друг с другом А как Конечно Конечно Ну, миримся Вот Сначала Миримся Или наоборот Было Не, хорошее Хорошее Это В преддверии Восьмого марта Мне фраза попалась Мы Ругаемся Только с теми Мы ругаемся Только с теми С кем хотим Помириться Остальных Мы просто посылаем Нет Сейчас Собираемся Впятером Куда-нибудь Да-да-да Собираемся Впятером И сразу Первое Что говорим Давайте сразу Помиримся Чтобы потом На это тратить Время не надо У нас есть автор Еще В рамках Миниатюры Все равно Театр Который Использует Именно Жанр Миниатюры Странной Миниатюры Вот Иван Филиппов Город Новосибирск У нас Постоянный автор Который писал И в пору Когда мы были Участниками команды Дети лейтенанта Шмидта Команды КВН Вот Связи сохранены Со всеми остальными И поэтому Кое-какой материал Мы покажем Который Был показан Чуть-чуть Отчасти Ну а так Львиной доли Это новое Все Кроме как в Барнауле Спектакль Где еще можно посмотреть Будете ли вы с ним Гастролировать Где еще по качеству Мы поедем Мы помчимся 11 апреля В город Новосибирск Вот А затем Жизнь Вот таких вот Театра Эстрадных Спектаклей Она недолговечна Но Фрагментарно Он составляется В один То есть у нас Все очень мобильно Вот Программа Может перерасти В концерт Или как конструктор Конструктор Такой да Своеобразный Потому что Вот у нас Периодически возникают Концерты в Белокуриху Мы ездим Для отдыхающих Там Очень хорошо Это хорошо Что они существуют Эти концерты Потому что мы там Проверяем материал Вот уже Где-то процентов 30 Мы уже показывали Ну так как это Белокурих Это лечебные концерты Мемористические Оздоровительные концерты А в городе-курорте Белокуриха Дети от 6 лет До 12 Они засыпают А остальные Все очень Модры Веселые В то время как Дети лейтенанта Шмидта Веселят И радуют Зрителей И проверяют Тем самым материал И потом уже С этим готовым Материалом Вы собираете То что Действительно Ну скажем Таким Простым языком Заходит Ну вы все Что не рассказываете Такую Нашу кухню Интересно Интересно Как это работает Изнутри То что мы увидим На концерте Это уже Результат А какая подготовка Идет перед этим Колоссально Просто Занимает Огромное количество Времени и сил Ну когда Это возводится В какую-то систему И структурируется Этой уже Как бы Трудозатратности Не замечаешь Вот Просто Существуешь В определенном Темпо-ритме Хотя Вот подготовка Она вообще Абсолютно разная То есть Первый спектакль У нас сценарий Был уже написан За два месяца Летом За два месяца До И мы Репетировали И очень так Планомерно подходили Сейчас Несколько Потому что Перерывы Не такие большие Ну это так и должно быть Кстати Так и должно быть А я помню В свое время Театром Калейдоскоп Мы Поставили Полноразмерный Спектакль Текст был Сценарий Написан За три дня До премьеры Импровизация Можно сказать Ну практически Да То есть Мы за три дня Поставили спектакль И показали И народ Ну как У Был очень доволен Известного драматурга Эдуарда До Филиппа Который Там есть Одна такая реплика Очень хорошая Времени вживаться В образ нет Каждый играет Самого себя Вот Да Я тогда играл Допустим Штандарт Фюрера Мюллера Ну понимаете Да Понимаете Да Похож Истинный Сейчас не очень На самом деле Может быть После интервью Мы проверим Помимо спектакля Вы Выпускаете Клипы На остросоциальные темы Вот недавно В феврале этого года 14 февраля Была объявлена Была объявлена Такая акция На работу на велосипеде И вы сняли Клип Как вы к этому пришли? Кто подсказал идею? Как это вообще Родилось? Все выдавать не будем И рассказывать все Абсолютно Только самое интересное Единственное Скажем так Любой артист Если не имеет Своей гражданской позиции В определенном смысле Не может себя В полной мере Считать артистом Вот поэтому Необходимо реагировать На кое-какие вещи Без этой реакции Без этой оценки Происходящего вокруг Ну я думаю Что было бы Очень скучно И грустно Ну а вылилось Это из сотрудничества? Ну сотрудничаем Замечательнейшим Куле с кем Замечательнейшим Каналом Хорошо А в будущем Можем что-нибудь Проанонсировать Что еще ждать Нашим зрителям Нашим подписчикам Вообще Жителям Малтайского края Какой-нибудь еще Видеоклик Впереди куча идей Замыслов Есть Мы можем Это делать И будем делать Поэтому А жизнь нам подкидывает Жизнь подкидывает Сама Поэтому Сюжеты Поэтому ждите Ждите Обязательно будет Будет еще Обязательно Вот Моргаю Моргаю Всем Следите Жителям края Спасибо вам большое Вам спасибо Еще раз напоминаю Что 1 марта В 18.00 ДК города Барнаула Пройдет концерт Театра эстрады Спектакль Театра эстрады Дети лейтенанта Шмидта Приходите А билеты можно приобрести Я думаю В кассах Ру Кассиру Кассиру Еще чуть-чуть Есть Чуть-чуть Осталось Приходите Будет весело На этом у меня все До встречи в эфире